Нет воды уже где-то полторы недели, не десять. Вот такое, что вот так высохло первый раз за 12-15 лет. Нет хуже беды, когда нет воды, говорит Зухра. Воду они привозят в бутылях по нескольку раз в неделю. Но это все равно не спасает урожай. Все высохло, все сгорело, урожая практически нет. Если даже есть, то перцы очень горькие, огурцы тоже, клубника вообще вся сгорела и все сухое. Только по примерным подсчетам для полива огорода требуется тысяча литров воды. А еще нужно приготовить обед, затопить баню, помыть посуду. Дети привозят воды, мою, сначала средством выливаю, а остальные уже, когда почищу воду, собираю, вон другое ведро стоит, чтобы полить растения. У соседей ситуация ничем не лучше. Но вот почему-то на некоторых участках вода есть, а здесь ее нет. Вот почему у нас нет, мы знаем, потому что там у них вот, говорит, если мы посильнее включим напор, чтобы нам дошло, у них там шестеренки какие-то летят. Из-за этого они как бы не включают. Теперь шланги только напоминают о том, что здесь когда-то была вода. Райское место для хозяев постепенно превращается в пустыню. Поливать растения приходится старым дедовским способом. Как говорят хозяева садовых участков, от руководства они только и слышат, что сегодня или завтра вода уже будет. И это продолжается не один день. Мы решили сами узнать, когда же люди получат живительную влагу. У нас все насосы новые, все работает. Вот у них просто, у них никогда такого не было. Не доходила вода, конечно, вверх, там, на посредние улицы, там, наверх. Потому что 100 метров считается там подъем. А у них всегда вода была, вот в этом году у них проблемы. К сожалению, аварии, вот я их понимаю. Как заверил нас начальник участка, буквально через пару дней в садовом товариществе строиндустрии начнется замена труб. Деньги на рабочие материалы уже есть. Но чтобы ремонт проходил быстрее, дачникам тоже нужно приложить свои силы и переместить некоторые постройки. И тогда вода на все дачные участки будет подаваться без перебоев. Аделия Сатарова, Максим Липин, Новости НТР.